Монтаж этих агрегатов завершился совсем недавно и работают они всего месяц в тестовом режиме. Установка позволяет получать прибыль просто из воздуха, причем немалую. Общий объем инвестиций составил 4 миллиарда рублей. Окупятся они через два года, а следующие миллиарды пойдут уже в плюс. Сегодня совместному российско-американскому предприятию дан официальный старт. В церемонии принял участие полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. Нажали символическую кнопку и с этого момента в Тольятти стало на одно предприятие больше. Не только новые рабочие места, это действительно будущее, которое сегодня стабильно, которое сегодня гарантировано. Это высокие зарплаты и есть перспективы в этом плане развития и для каждого работника, для будущих поколений, для молодых специалистов. Ну и уверен, что вот та большая работа, которую вы делаете, она будет иметь результат не только для вашего предприятия, но и для всей химической промышленной страны. Потому что многие технологические решения, которые здесь применяются, они являются уникальными, и они будут использоваться на других аналогичных предприятиях, которые расположены в разных регионах нашей страны. Новая СП открыта на площадке завода Кубишев Азот. Корпорация внесла 50% в уставной капитал. Вторая половина от ведущей американской компании, изготовителя воздухоразделительного оборудования. На выходе сжиженные технологические газы, кислород, азот и аргон. Это составляющие химической и нефтехимической промышленности. Производственные мощности совместного предприятия рассчитаны на выпуск около полутора тысяч тонн кислорода, аргона и азота в сутки. Этого количества хватит для того, чтобы полностью обеспечить нынешние технологические потребности Кубишев Азота и приступить к реализации новых масштабных проектов. Кроме того, планируются поставки и на другие подобные предприятия, как в Самарской области, так и в регионах Поболжья. В новой установке используется самая прогрессивная ресурсосберегающая технология. Ее использование и модернизация старой позволят сократить энергопотребление на 20%. Наши американские коллеги из крупнейшей компании в миру по производству продуктов разделения воздуха пришли в Россию со своими деньгами. Причем делалось это в не самый лучший период отношений между нашими двумя странами. И для этого требовалось определенное мужество. Впрочем, по словам самих американских партнеров, режим санкций никак не отразился на их решении об экспорте технологии на российское предприятие. В Самарской области благоприятный инвестиционный климат, поэтому ничего личного, только бизнес. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Субтитры создавал DimaTorzok